Зелёный вторник у нас сегодня. Это как никогда актуальная тема. С вами Дмитрий Солдатов и Екатерина Тридчикова. А вообще, друзья, за окном весна. Где весна, там и большая вода. Лёд на речках и озёрах тает. И иногда уровень воды увеличивается настолько, что водоём выходит из берегов. В таких ситуациях не исключены подтопления. Так вот, готовы ли к паводку в Челябинской области? Об этом мы узнаем у нашего гостя. У нас в студии заместитель губернатора Челябинской области, министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов. Олег Борисович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Олег Борисович. Ну, расскажите нам, паводок-то уже начался? На мой взгляд, действительно, паводок начался, потому что позавчера мы имеем уже две дороги. Одну в Картолинском, одну в Варнинском районе, через которые текут талые воды. Примерно на уровне 40-50 сантиметров. Эти дороги закрыты для движения. Поэтому это уже первые признаки паводка. Хотя нормально ледостав будет разрушаться в третьей декаде марта, это юг области. Ну, а пики паводка, то есть повышение резкого уровня воды в реках на юге области, произойдет в первую декаду апреля. Первая декада апреля. Так, мы запоминаем, чтобы быть готовыми. А вообще, Олег Борисович, какие территории Южного Урала наиболее подвержены? В зоне риска назовем. Существует план противопаводковых мероприятий, это достаточно серьезный, объемный документ. В зоне вообще возможного риска у нас 24 территории. Это много. В них 46 населенных пунктов, в которых примерно 3700 домов, это около 13 тысяч жителей, могут попасть в зону подтопления. Это вовсе не означает, что вот все они будут подтоплены. На самом деле, существует несколько особо рисковых территорий. Это вот Брединский район, поселок Наследницкий, где река делает очень крутой изгиб. Это населенный пункт Варна, где тоже традиционно у нас существует опасность заторов льда и повышения уровня. И Ашинский район Аша. Значит, во всех этих территориях будут предприняты особые меры для защиты от подтопления. Какие особые меры, раз уж вы об этом заговорили? Да. Ну вот, в Аше уже завтра заезжают саперы Министерства обороны. И с послезавтрашнего дня, с 19-го, там проведут взрывные работы. То есть лед на реке Сим, где возможны заторы, будет взорван. Это делается традиционно. Военные очень хорошо нам помогают. И мы считаем, что в последние годы, благодаря вот этой работе и тому, что в Аше построена специальная защитная дамба, мы избегаем там серьезных подтоплений. Далее, с 25-го числа подрывы уже саперы Чебаркульской танковой дивизии выйдут в Брединский район. И вот я говорил, населенный пункт Наследницкий, взрывы будут, льда проведены там. Это тоже позволит избежать заторов, зажоров и подтопления населенного пункта. После этого они переезжают в Варну, там тоже проведут взрывы. А в Троицке, там в районе так называемого Казахского моста, наши спасатели областной поисково-спасательной службы с завтрашнего дня приступают к распиловке. И примерно километр льда будет распилен перед мостом и после моста для того, чтобы спокойно пропустить воду. Вот такие ключевые меры там, где особые риски. Ну а по остальным населенным пунктам проводятся организационные вещи, то есть чистятся канавы, водопропускные трубы. Ну много элементов существует. Большие, большие работы очень впереди. А скажите, если все-таки затопило, то куда человеку обращаться, куда бежать? Ну бежать, во-первых, точно никуда не надо. У нас таких затоплений, чтобы была какая-то волна прорыва или цунами точно нет. А позвонить нужно по номеру 112, и человеку окажут помощь или поддержку, ну или подскажут, что ему делать. Но вообще наверняка же все эти территории мониторятся, и то есть не должно возникнуть таких ситуаций. Безусловно, Екатерина. Что, во-первых, ведется наблюдение за всеми реками и водоемами крупными областями. В наблюдении участвует у нас наш Росгидромет Челябинский. Там, где нет постов Росгидромета, там выставляют временные посты МЧС. Поэтому, конечно, любое значительное повышение уровней воды, оно сразу же фиксируется. И так как вода это не скорость света, да, она течет с определенной 3 метра в секунду, 5 метров в секунду, то, безусловно, есть время для того, чтобы оповестить людей, предупредить их об опасности, сказать, что нужно делать и принять необходимые меры. А вообще наш регион относительно других регионов опасен, да, вот в этом плане? Ну, вы знаете, у нас, на моей памяти, были очень серьезные паводковые проблемы, когда приходила действительно большая вода. Они связаны были не с весенним половодием, а с дождевым паводком. Это 2002 год, начало июня, это горнозаводские территории, Аша, Усть-Котав, Котав-Ивановский район, когда в горах прошли дожди и, значит, резко повысился уровень воды вот в этих горных речках, и она пришла сюда. Ну, и второй паводок, такой очень большой, на моей памяти, это 2013 год, опять же, дождевой паводок. Это в южных территориях, когда, опять же, в результате сильных проливных дождей повысился уровень в реках, и там, к сожалению, был прорыв в каскаде нескольких небольших водоемов, но когда эта вода накладывалась, то потом, конечно, ущерб был достаточно большой, люди потеряли жилье. Мы надеемся, мы надеемся, что в ближайшем будущем с нами это точно не случится. Большое вам спасибо, Олег Борисович, рассказали нам все, жителям главное не бояться, все сделают. А, друзья, у нас в гостях заместитель губернатора Челябинской области, министр общественной безопасности Челябинской области Олег Климов. Ну, а далее у нас рубрика «Спорт сперенок», от Эквондо рассказываем.